Лада Веста Возможно, что жаркая погода привела к дорожной аварии в Центральном районе на улице 50 лет Октября. Со слов сотрудника ДПС, после опроса водителя Hyundai Solaris выяснилось, что мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание, а неуправляемый автомобиль, переехав через разделительный газон, при этом сбив дорожный знак, оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с калиной, которую управляла женщина. Со слов очевидцев аварии, женщина-водитель Лады находилась в положении. Данная информация не проверена. В больницу был доставлен водитель Hyundai. В настоящее время мужчина, 72-го года рождения, находится под наблюдением врачей. В аварии на трассе Самара-Черниговка в Волжском районе погибло три человека. Из информации, собранной полицейским, следует, что после столкновения легкового автомобиля и грузовика, фура оказалась за пределами проезжей части и допустила опрокидывание, а иномарка загорелась. По предварительным данным погибли три человека, водитель и два пассажира. Их личности в настоящее время устанавливаются. Мужчина в состоянии опьянения. Пытался скрыться от полицейских. Съехал в Кювет, бросил свою машину и убежал в лес. В Комсомольском районе сотрудники полиции попытались остановить Приору, но ее водитель, в свою очередь, решил устроить погоню. Спустя несколько минут нарушителя закона все же удалось задержать. У него имелись явные признаки опьянения. Пройти медосвидетельствование на месте он отказался. Впереди у Толядинца суд и избрание наказания. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку. 22 июня, в годовщину 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, в День памяти и скорби, сотрудники 11-й пожарной части возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. Для сотрудников МЧС возложение цветов стало ежегодной традицией. Участники памятной церемонии почтили минуты молчания воинов, отдавших жизни за победу над фашизмом. В связи с этим, своим примером призываем поколение города Тольятти, молодое поколение города Тольятти, привлечь внимание к самой кровопролитной Великой Отечественной войне, к этим трагическим дням, которые покорил весь Советский Союз. Вместе с тем, я от всей души желаю всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. На территории города проходят масштабные мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Особое внимание сотрудники полиции обращают на легальность деятельности перевозчиков на техническое состояние транспорта, а также на соблюдение режима труда и отдыха водителей. В случае выявления неисправного технического средства, к административной ответственности привлекается как водитель, который допустил это нарушение, так и должностное лицо, которое осуществило выпуск в рейс транспортное средство, автобус в технически неисправном состоянии. Штраф за данное правонарушение в отношении водителя это 500 рублей, в отношении должностного лица 5000 рублей. В ближайшее время дорожные полицейские продолжат контролировать места организованных стоянок автобусов, а также условия предрейсового технического и медицинского осмотров. Ситуация взята на усиленный контроль сотрудниками ГИБДД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова